здравствуйте дорогие друзья всем привет мы вас приветствуем из вьетнама сегодня у нас по-моему 4 апреля если не ошибаюсь можете ошибаешь да и мы начинаем свой очередной день в этом замечательном городе под названием ничан сейчас с вами скупаемся начнем уже сходили а вы сейчас это увидите что идем вместе с вами плавать вроде и салон такая большая варисова территория отеля ну как бы зонтики да но стоят зонтики и шезлон единственное что наш такой совет лучше приходить пораньше до завтрака брать на очень занимать лежат чтобы все-таки выбрать под зонтиком и потом уже идти на завтрак но мы с вами идем плавать прохладненькая да ну камера-то у меня да Я теперь с камерой зову паку. Теперь ты поняла, на кого было мне вчера, вообще вечером без солнышка, без всего? Нет. Нет? Давай заходи дальше. Моя мама нравится, я привыкнусь. Вот так вот. Музика сначала надо охладить. Мама дорогая. Давай, давай, давай. Поплыла, поплыла. Ну что, теперь камера у меня в руках. Я тебе сама отдала, так что хватит это. Не знаю, не знаю. Мы подрались, я его вырвала. Ну конечно нет, дорогие друзья. Просто... У меня лапки слышат. Лапки как бы, лягушонка. У меня пути бы на волосы. Ну как ты сказала, окунулась раз и все. Ну, окунулась и поплыла, как рыбка. Моя рыбка. Ой. Сама себе. Как? Нормально. Кайфушечка? Да, можно. Я жив. Я больше жив, чем мёд. Ладно, мы пойдём поплаваем дальше. Потому что ветер, волны. Я сбиваю её, она сбивает меня. В общем, мы пошли, так это называется. Ну, Морюшка, покажи людям. Покажи Морюшка. Ты сейчас охрипнешь, крича уже. Морюшка. Морюшка вы уже показали себе. Ну, Морюшка показали. Пошли. Нет, не к вас с камерой. Я бою тебя камеру сейчас. Съяю руку и всё. Камера стоит денег. Больших денег. Да. В общем, увидимся в следующей, буквально через секунду, в следующем включении. Ой, ветер, ветер. Всё, мы входим с пляжа. Возвращаемся в отель. Буквально вот прямо напротив отель. Здесь лежать князиков немного, но, в общем, за них никто не дерётся. Одни уходят, другие приходят ложатся на эти же места. В общем-то, вполне-вполне нормально. Но мы поняли, что вот в первое дня, где-то до 11, а сейчас 15-11, самое оно. Потом уже становится жарковато. Но солнце просто становится жгучим-жгучим. Так. И теперь мы идём менять денежку и хотим показать вам, где это можно сделать. Точнее, не менять денежку, а снять с российской карты мир. Да. В Ничанге тоже можно снять с карты мир местные деньги. Во всяком случае, мы сейчас это попробуем. Да. Насколько мы читали, в Ничанге три банкомата. Банкоматы ВРМ-банка, где с карты мир можно снять деньги. Что-то комиссия снимается в зависимости от вашего банка. Нужно прийти в свой банк и спросить, какую комиссию они могут удержать за снятия. Например, Сбербанк, как мы им звонили, они удерживают... Что сказал Сбербанк? Один процент? Да. Один процент, но не суммы, но не менее ста рублей. То есть, грубо говоря, если вы снимаете десять тысяч рублей, переводим на местную валюту, то у вас получается сто рублей удержится комиссия. Пытаемся перейти дорогу. Вот это закрытый шоппинг-центр. Но пандемия, да, они вообще были закрыты в пандемию. Туристов здесь практически не было, поэтому до сих пор... Кроме так, туристов, да. Ну и туристов вот тоже, видите, заброшка. А раньше здесь, видимо, и бассейны были. И капошка какая-то была. Да. Ну, может быть, потом, конечно, работают. Не знаю. У них наплыв туристов вот такого огромного нет. Пока еще нет, да, да. Они все ждут-ждут. Ну, потому что в Камране. Из России в Камране не прилетают. Напрямую есть рейсы, есть из Казахстана. Вот из Казахстана есть рейсы прямые. А из России пока прямых до Камране нет. Аэроход летает только до Хошимина. Но из Хошимина чего добраться надо в Камране-Чан? Хотя это быстро, мы с вами это проверили, но все равно. Так, да, ВРБ-банк. Вот такой вот банкомат. Написано. Россия-Вьетнам. И здесь за раз можно снять не более двух тысяч, получается, местной валюты. К сожалению. То есть это меньше, чем 10 тысяч рублей. Но хоть так. Но при этом 100 рублей с 8. Вот здесь комиссия, получается, будет как бы меньше в рублях, но все равно 100 рублей с вас удержат. Что значит, вставляем карту. Так, нужно сначала выбрать язык. Английский, русский. Введите пин-код. Дальше нам нужно, получать, снять наличные. И здесь выдается сколько? Две тысячи за раз написано. Просят выбрать тип учетной записи. Вот хрен ли поймешь, что это тип учетной записи. А, кредитный счет. Чековый счет, сберегательный. Наверное, чековый счет. Да. Ну да. Ну пусть будет. Нет. Там там чека нет, да? Так, карту нам отдали. Держи. Слава Богу. Деньги. Так. О, деньги. Посмотрели, сколько у нас снялось в рублях. Получается комиссия 100 рублей. И за две тысячи местных валют и донгов у нас снялось 8200 рублей. В общем, грубо говоря, если курс ЦБ примерно 3,9, то Сбербанк по своему внутреннему курсу снял как 4,1. Ну, как-то вот так вот примерно. Ну, курс, еще конвертация валют. Ну да, да, да. Конвертация валют. Вот. Но по факту это выход, когда нет других денег. Это хороший выход. Мы проверили, это работает. Карта Мир работает. Но на наш взгляд, у менять лучше выгодно доллары. Причем 100 долларов последнего выпуска. И менять их где-то здесь в магазинах. Потому что тогда курс будет самый выгодный. Теперь самое время перекусить. Хотим дойти до местечка, которое с этими с рыбками в пруду. Вот. Ну да. Мы съедим там по супчику и оттуда уже поедем на Винперл. Но видео из Винперл будет отдельное видео. Чтобы как-то не смешивать эти дни. Поэтому это мы уже покажем в новом выпуске. А этот будет выпуск посвящен чисто Ничангу и потом уже вечернему Ничангу. Сегодня у нас по плану поедание кого? Лобстера. Да. Которого будем покупать прямо на улице. Вот. Сюда вот мы пришли. Здесь рыбки плавают такие. Красивые. Да. Ну что, куда ты хочешь сесть? Кто тебе нравится? Ну, здесь здесь. Посмотри. Есть там места? Давай. В общем, мы сделали. Темно. Вот. Сделали заказ. Здесь либо с переводчиком. На ней у них ставят свой переводчик. Либо английский язык надо знать. Но очень тяжеловато понять. Здесь русского. Вот. Здесь все английские-то с трудом. Да. Не все. Да. Заказали себе рис с морепродуктами. Рис с тунцом. Рис с тунцом. И вьетнамский кофе. В общем, посмотрим. Что нам принесут? Да. Коли нам принесут. И будет ли это вкусно? Ну, вроде есть люди сидят и часто сидят. Причем здесь местные. Да. Так что будем надеяться. Немного цен. В этом кафе. Ну, здесь, конечно, цена чуть выше, чем в любом другом. Да. Все-таки здесь уже берут за антураж. За стулья, за столы. Где вид проще. Мы взяли вот этот вот жареный рис с тунцом. И жареный рис ананасами. Вот этот вот. И также здесь есть на этот завтраке. Комбо завтрак. Вот. И кофе мы взяли вот этот вот. Верхний. Холодный. Принесли первое блюдо. Рис в ананасе. Выглядит аппетитно. Но порция, по-моему, очень большая. Мне такое ощущение, что нам надо было заказывать одно блюдо. Интересно, какую порцию сейчас вторую принесут. Так. Рис с тунцом. Тунцами, как они, они пережарили. И будет другой какой-то тунец. Больше похоже на мясо. Не, ну это рыба, рыба. Видно. В общем-то, нам пошелся обед. Мы наелись в 273 тысячи. В рублях это примерно, ну, тысяча рублей. Тысяча сто. Вот как-то так. Ну, я думаю, что можно было нам обойтись одной порцией риса. Да. Вот. И мы бы тоже наелись. Потому что... Потому что порция там громадная. Вот. Так что вот так. Ну, это прям вот дорого поедем. Прям вот дорого поедем. Время 8 вечера. Мы вернулись с острова Вин Перл, где мы провели целый день. О том, как это было, смотрите в соответствующем видео. А в этом мы продолжаем наш сегодняшний день в Ничанге. И сейчас мы идем за добычей себе еды. Офер большой мини-маркет. Давайте посмотрим напитки. И хотим попробовать сегодня обстров. Двигаемся мы по вечернему Ничангу вдоль Паулочки. Взяли джекфрукт 20. Вот. Взяли пиво Сайгон. Взяли напиток из 24 гнезда. Пиво плюс напиток из 24 гнезда стоит 32 тысячи. Чтобы понять, сколько это будет в рублях, нужно отбросить 3 нуля и умножить на 4. То есть, если это 20 тысяч джекфрукт порезанный, то получается в рублях это будет примерно 80 рублей. Если это смотрим пиво и ласточное гнездо, это 32. Ну, умножаем получается на 4 где-то примерно 120 рублей. Что у нас здесь есть? А, ну вот маракуйя порезанная опять же. Ну что, в общем-то напитки, фрукты мы купили. Нам осталось купить лобстра. Ищем здесь бабуля сидит. Все берут у нее. Мы решили, что лучше возьмем у нее, чем на пляже. Поэтому идем смотреть нашу бабулю. Здесь мы с вами ели днем. Ну, больше всего, конечно, вечером в 8-9 вечера людей начинает. Мы обычно в 8-9 вечера уже были в отеле, в номере. Поэтому, да. Да и мы сегодня устали, но поужина-то нам надо. Поэтому идем чуть раньше. Пешеходный переход потом. Кажется, мы дошли. Вот вот та самая бабуля. Но мы знаем, что за 300, по-моему, или за 350 они договорились. Сейчас договоримся. Или для чего тебе понадобится? Окей. Какой тебе нравится? Какая-то такое. Такой. Вот это было. Показывай. Вот эта. отрезают усы ему ой а его развязывают потом вот так вот жарит и смазывают а ты бетону вот это же готовится был красный а был вот такой вот все мы все взяли и довольны и счастливы идем есть своего лобстра конечно живого жарят гораздо дольше чем варюного вареного чисто разогревают и соусом мажут живой конечно пока он сделается но зато сочнее я надеюсь в следующий раз я так долго сад не буду будем брать вареного вдоль набережной прям совсем вот а кольцо снова заработал кольцо ресторанчики такие вот ну а мы сейчас пойдем куда-нибудь туда сядем и будем пожирать своего лобстера а не на этом мы найдем куда нам сесть а так в общем то думаю даже на песок сядем ты в белых я думаю может там ловочку где-нибудь найдем сейчас может ловочку где-нибудь найдем а лавочки то наверно точно где-то есть лавочки вы где ауу у меня уже желудочек мой желудок к позвоночнику прилип. Но там лежаки, может на лежаках где-то можно сесть. Ну, как вечером на них точно можно сесть свободно. Ну, они в текло не сидят. Ну, почему? Сидят. Нет? Смотрим поближе, подойдем. Если тут будет лавочка, то на лавочку сядем. Мы облюбовали вот это вот местечко. Вон там уже наш отельчик. Но мы туда же не пойдем с лобстером. Сели на свои тапки с видом на море. Давай, доставайте. Ой, это красота. Чин-чин. За лобстером? Да. Сейчас. Получилось, Ротик, взять? Вот он. Давай, пробуй. Это было шубство. Вкусно? Очень. Это реально очень вкусно. Так, на свет, чтобы нас было лучше видно. В общем, съели мы. Он дольше жарился, чем мы его ели. Съели мы его очень быстро. И очень вкусный. И, кстати, обычно, если мы боялись, что мало ли как-то плохо пахнуть будет. Потому что мы можем что-нибудь там... Нет. Ну, во-первых, как бы это хоть и живодерство, но мы видели, как он шевелился, когда его резали. Так что он был живой. А это значит, что он был явно свежий. И с бабушкой с этим разговаривали. Она сказала, что она его приобретает у рыбаков. И для того, чтобы сюда попасть в пяти вечера, она выходит в пять часов вечера, ей приходится пройти целый километр пешком, потому что там, где она их приобретает, там особо ни на чем не доедешь. В общем, очень милая бабушка. Нам прям визуну не понравилось. Думаю, надо попробовать теперь взять вареных. Потому что большую часть каждого берут вареных и их быстрее готовят. Возможно, это просто помягче будет мясо. Потому что здесь за счет того, что он живой, мясо сильно... Очень сочное. Очень сочное. Прямо очень сочное. Прямо по рукам текло до локтей. Да. У гвозюков они сидели на песке, но довольные! Да, это вокте. Это вообще... Вот это кайф. Называется кайф. Это говорят люди, которые любят жить в пятизвездных отельных спать на двух подушках и ругаются там, когда им что-то не нравится. Сейчас сидят в песке, угвозюканные полностью и счастливые от того, что съели лобсера, который купили на улице. За... Ну, в общем-то, получается 1200 рублей вот целый лобсер. Это того стоит. Это кайф. Это... Это вьетнам настоящий. Это не то, что там какие-то европейские отели... Не отели, европейские рестораны. Рестораны. Но это в Москве есть. Да, здесь... Ой, кайф. Скажи тебе, как тебе этот джек-фрукт? Очень вкусно. Мне нравится. Я, к сожалению, их много есть не могу, потому что они очень аллергичные. И у меня возникает небольшая реакция на них. А вот ей они прям зашли. Очень хорошо поддерживает давление. Да, сама она. А вон там люди плавают. Теперь вот немножко можно прогуляться под шум воды. Да, да. Да, наша мама. Ну да, в общем-то, вон, с желтыми буквами наверху горит. Это уже наш отель. Но кайф. Хочешь воду пощупать? Нет. Так и ветра совсем нет практически. А, ну вот здесь уже есть. Просто дырки здесь легче. В общем-то, все. Мы дошли до нашего отеля. Сейчас будем подниматься. У нас еще есть фрукты, но мы уже без камеры их съедим. Вот такой вот на сегодня день в Вьетнаме получился. Лобстер. В быстресенье снова пойдем. Но попробуем уже вареного. Да. Проверим, завтра ли, как у нас будут дела. Если все будет хорошо. Либо в субботу, если мы не поздно приедем из Долата, кстати. Поздно мы приедем из Долата. Ну, посмотрим. Я не знаю, во сколько. Надо будет запастись едой либо фруктами. В общем, я считаю, потрясающий день. сегодня день вообще он такой насыщенный. Винперу. Это было другое видео? Ну, я имею в виду в этом-то дне он был. Потом лобстер в антисанитарных условиях, на пляже. Но это было так вкусно. Это так было вкусно. Вы не представляете. Это стоит. Нет, там все берут. Да. Там берут все. Это стоит пробовать. Да. В общем, мы побежали в банки. Завтра новый день. Вот. Поэтому на этом мы с вами хотим попрощаться. Пожелать вам, как обычно, крепчайшего здоровья и хорошего настроения. Как вы знаете, хорошее настроение мы всегда создаем себе сами. Пам-па-рам. Пока-пока. Пока.